еще раз здравствуйте дорогие друзья хочу сейчас анатомически просто вот на на скелете нашим показать где у нас вот находятся области воздействия на таз на душевидную мышцу мы добавляем сюда лишнего нерва вот смотрите вот наш наши тазовые кости давид сзади здесь видно хорошо крестец эту связку к нему крепится вот выходы нервов раз два три 4 там они сверху еще идут тут выходят и соединяется где-то в этом месте в большой седалищ нерв который проходя вот здесь задевает вот это вот седалищную кость собственно говоря на которой мы и сидим на жесткой поверхности вот бывает больно да когда массируем и продавливаем вот эту точку ну соответственно вот эти все точки и вот тут точку где они соединяются но фокус в том что вот тут и тут грушевидные мышцы если показано да вот сбоку вот они подписаны по моему грушевидно да уже видно мышцы вот она как раз сдавливает вот ее воспаление либо большой седалищные мышцы вот это вот большая лично мышцы на томов много мышц их воспаление сдавливает седалищный нерв и прижимает косточки вот как раз прижимает вот в этом в этом месте отсюда идет боль а дальше нерв пошел вдоль ноги еще здесь мы можем но не увидеть смогу понять что есть передние мышцы которые находятся в брюшине забыли за брюшиной да вот тут позвоночник идет да нету виду спереди вот к позвоночнику проходит там внутри учили от отверстия выходит и крепится к бедерной кости вот вот мы видим таз в разрезе да это вот идет гребень поздушно кости вот вот прошел позвоночник вот эти мышцы и спасли вниз пояснично там подвздошная мышца большая поясничная мышца пояснично-бедренная мышца вот они крепятся к этой ноге вот тут сверху за что они отвечают это вот за подъем ноги вверх вот так вот да вот этот внутренний подъем ноги туда и за вот эти вот отведение ноги до отводится нога как раз глушевидными мышцами вот так вот в сторону под 45 градусов туда приводится обратно это вот туда это может сокращается вот это вот пояснично-бедренная мышца который там внутри в животе находится соответственно ну ты правильно заметил доставить и мышцы наиболее неразвитого человека потому что мы практически не делаем все движения в эту сторону в жизни как-то никогда их не делаем вот сейчас делаю да уже чувствуется их напряжение на что мы воздействуем когда мы лежали на столе помните да отводили сзади ногу максимально назад и давили на позвоночник вот эти мышцы при отводе что спереди вот так вот в сторону что сзади вот они отвечают за движение позвоночника поясничный отдел да и вот он когда ее отводим туда назад поясница максимально растягивается и соответственно давление ну помню что с той стороны надо а давайте конечно схеме нарисую то есть условно вот это поясница да вот пошел крестец тазобедренные кости ногу мы отводим отводим вот туда да соответственно с этой стороны с противоположного нас нет максимально растяжение поясница до мышцы же там идут внутри не крепится и давлением и рукой оказываем вот сюда вот в эти ассисты отростки либо в гребень вот это вот позже кости вот здесь где он соединяется чуть-чуть выпирает выше чем сам крестец либо в саму шишечку этого гребня вот туда оказываем воздействие понимаете да можно принципе в позвоночник давить когда переходим грудной отдел уже давим не позвоночник а уже давим в в ребра ребер на позвоночное сочинение давайте посмотрим еще вот на этой схеме поподробнее вам было понятно да подержать здесь он что видно вот видно сам сама тело позвонка да и вот ассистый отросток идет видите вниз как я вам говорил он идет ниже под 45 градусов примерно вот он укрепится к другим позвоночником ой нет это он к ребрам крепится это реберная реберная ямка а вот этими местами и вот этими крепится еще другим позвонком так что-то еще видно так вот первый шейный позвонок тот самый атлант про который мы часто сейчас будем тоже делать мы при нем говорили да он видите не имеет ассистого отростка не столько боковые отростки и вот на вот эти вот ложбинки ложится наш череп так вот тут показано как раз вот студенистое ядро до фиброзно кольцо вот такими полосками но здесь показано вот это ядро она жидкая может вытечь при грыже и вот позвоночный столб пустой за нами ответе позвоночник здесь не заканчивается а он идет дальше в виде ассистых отростков вот который мы со стороны спины на тебя спина который мы собственно говоря и нащупываем вот ведь сверху смотри вот видно позвоночный столб для отверстие где где проходит нерв позвоночный позвоночный мозг а вот ассист отросток который мы как раз ищупаем и вся вот эта вот груда представить это все мышцы ничего возвышаются еще пальцами туда пролезть вообще никак нельзя соответственно если грыжа вот она выходит здесь да она дает непосредственно этот мир на нервы да ну смысле давать так скажем вот тут находится сам мозг да она дает на тело мозга если она выходит вот сюда она давит на корешок вот отсюда идут идет корешок мозга а если она выходит немножко в бок то она может даже ничего не задеть окажется нам так скажем безопасны еще вот посмотрим тасс ну вот тут хорошо видно вот этот тасс вид сзади как раз до которым ищут эти косточки и вот этот гребень идет видите вот гребень который выпирает над крестцом и на него мы собственно говоря оказываем воздействие вот туда дай в него или вот сторону руками так спереди нам ничего не скажет но единственное что увидим что вот женский тогда изображен как бы вид сверху получается он физиологически выше до спереди у него больше вот эти вот выпирают косточки до верхней подвздошной кости отверстие у него гораздо больше для того чтобы тут пролазил ребенок при рождении дальше проходим вас было больше так ну а соответственно мышцы идут будут показать то ну короче вот от позвоночника мышца вот там внутри идут это вид за деда после внутри через эту дырку проходят до его через эту отверстие да и крепится вот тут бедра на кости бедра вот так вот так вот и сюда стыкуются наверное все что это повторится какие-то ориентили на что мы оказываем давление во время мануальной правки позвоночника и тазовых костей все кости досконально узнать и мышцы не надо вот это самая самая лучшеви на высокой лично находится в глубоко еще раз показываю сзади вот вот это большой ягодичной мышцы большая ягодичная мышца очень широкая и соответственно там тоже вот из этих дырочек выходят нервы которые соединяются вот здесь в этом месте седаешь нерв идущие вдоль всей ноги вот так но сейчас мы приступим непосредственно к самой правки к самому вот как раз крестцовый отдел мы сейчас будем рассматривать да и поясничный отдел за счет скручивания как я вам говорю да что лордозы в основном поясничный и шейным и в действом растягивая и скручивая по спирали вот так вот как куда по спирали идет воздействие на кифозы грудной и крестцовый мы в основном давим сюда но тоже за скручиванием так ну что ж дорогие друзья приступим